Здарова, друзья! Сегодня у нас будет челлендж, как говорится, только мы будем играть уже голым в соло-режиме на третьей карте и с двумя подстволками. То есть голым попытаемся подняться, можно сказать, так с нуля. Потому что у нас не будет ни рюкзака, ни брони, ни шлема, и мы будем пытаться хотя бы что-нибудь сделать. Скорее всего, это закончится каким-то максимальным провалом. Также, что могу сказать, очень близок конец сезона. Это, кстати, не менее важно, при том, что у нас, в общем-то, всё тут происходит. Поэтому сейчас гоняют у нас на карте в основном одни шестёрки, но также у них там МКшки стальные фронты, с этой тоже стальные фронты, в общем, всё по-жёсткому. Поэтому голых чуваков, в принципе-то, не будет. Судить, конечно, по концу сезона этот как челлендж, я думаю, что, наверное, не будем. Просто как таковое испытание в конце сезона, потому что в начале сезона, скорее всего, люди просто будут голыми. Ну и две подстволки будут просто неактуальны, потому что, в принципе, будут достаточно одной, так как в основном файтинги будут проходить, в общем-то, в перестрелке нормальным оружием, а не подстволками. Поэтому челленджем особо это назвать нельзя. Так что, да, погнали, не забудьте, ребят, кстати, поставить лайк, подписаться, потому что, когда напоминаю, лайков, как обычно, больше. И это очень сильно мотивирует, как говорится, так что большое вам спасибо за подписку, за лайк, за просмотр, вы, как говорится, классные. Погнали, забагаем спаун, как обычно, кстати, кто не знал, как забагать спаун, нужно просто свернуть игру после того, как, в общем-то, вылезет экран начала игры. Вот, сворачиваем. Так, я, кстати, специально не брал ничего такого сверхдорогого, то есть у нас все стоит максимально по дефолту, то есть даже на Бериле нет обвесов, чтобы вы понимали, и на самом деле это будет очень тяжело. Ну, кстати, если будут голые чуваки, то у нас Берил как бы неплохо так заряжен, я бы сказал. Ну, конечно, не очень-то и круто, но тема довольно годная. Так вот, какие советы можно дать голым в соло по началу игры, в общем-то? Ставить где-нибудь в доме. Вот серьезно, прям в таком месте, в котором вас нереально прострелить. И чтобы у вас были все шансы на победу, когда начнется файтинг. Потому что сейчас, в принципе, файтится довольно тяжело отчасти, то есть игроки как бы играют уровнем ниже, но при этом экипировка у них намного выше. И тут уже, в общем-то, свои трудности. О! Вот так вот надо будет. Все время делать, если что. Просто, как говорится, для тех, кто не знал, вот таким вот образом все это и работает. Красота, что еще сказать? Две подстволки! Так, где-то здесь еще один игрок есть. Только вот он тоже с джишкой, его не видно. Блин, лезть на него или не лезть? Ой! Пошел отсюда, ва! Забираем. Это было очень опасно. Ну, зато хотя бы чувак тоже был голый. Ну, как, хотя бы, типа... Ладно. Может быть, конечно, у него тоже какой-то челлендж две подстволки, хотя, по-моему, у него была всего лишь одна подстволка. Ну, да ладно, пока что справляемся. Ой, я случайно выстрелил. Также давайте отберем все-таки жетон, наверное, у того человека, которого мы закрыли ранее. Но пока что получается. Правда, нам еще, ну, ничего не выпало. Особенно обидно то, что с шестерки ничего не упало. На самом деле, так-то очень тяжело играть с подстволок, особенно голым, вообще растеряться. Но чтобы растеряться, вообще не нужно ничего. То есть, по сути, просто играешь и уже как-то чувствуешь себя немножко растерянно, потому что шансов на победу, в принципе, не очень-то и много. И нужно быть реально, наверное, профессиональным игроком, чтобы вот как-то не накосячить. Опять же, профессиональным игроком не в классике, а именно в метро, потому что тут немножко другое. Кстати, у нас какая скорость? Минус два. Ну, типа, мы можем вот здесь допрыгнуть. Конечно, эта фишка нам, наверное, не поможет. Насколько я понимаю. Кстати, кто не знал, можете использовать, в принципе, почему нет. Давайте купим эту штуку, типа, денег не жалко, и сразу же ее где-нибудь здесь запуляем. А теперь бежим. Просто бежим прятаться куда-нибудь. Теперь, чисто в теории, по сути, мы можем наблюдать за тем, как, в общем-то, туда стремятся игроки. Потому что, если кто-то был, типа, рядом, то он сразу же сюда пойдет. Кстати, вот уже кто-то идет, только непонятно куда. И снова кто-то идет. И причем здесь бот спалил, а там чувак уже по кому-то даже успел пострелять. Так, короче, я тут немножко пропустил. В общем, пришлось вырезать. И тут меня чувак с авиком снял с вышки на рожке. Я не знаю, как он меня спалил. Чисто на какое-то везение. Но, в общем-то, получилось как-то вот так вот. Это, конечно, немножко грустно, но да ладно. Но на что я рассчитывал голым? Действительно. Ну что ж, ну что ж, давайте тогда снова соберемся. Снова под стволочки и пойдем еще разочек. Как показала, кстати, практика, под стволок больше 15 штук нам даже не пригождается. Ну, так же, бустые аптечки тоже особо-то и важны. Блин, патроны выкинул. Ну, что такое-то? Вот эту штуку такую ненавижу. Вроде кидаешь ровно, а они куда-то выкидываются. Погнали во вторую катку. Напомню, кстати, что это не челлендж, поэтому у нас нет как таковой цели победить. Наша задача просто это испытать. Просто, чтобы вы понимали, потому что, если мы будем это, как говорится, делать челленджем, то будет просто фигня. Ну, я, в принципе, не воспользовался багом и не перелез. А эти сразу же крылышки за спиной, как говорится, появились. О, кстати, такой бот может нас ваншотнуть. Вообще, на самом деле, типичный игрок даже так же бы взял какую-нибудь, допустим, берил, либо же М-ку. Ну и плюс-минус пошел бы вот таким вот образом. То есть, мы в своем роде, как говорится, осуществляем подобную ситуацию, как играет обычный игрок. Фига себе, отстань от меня. Че, он даже спрятался, что ли, испугался? Смотрите, лежит. По кому-то стреляет. Он, наверное, игрока закрыл, кстати. Да, че так быстро-то? Ну, я даже ничего сделать не успел. Я думаю, короче, он растеряется. Походу, я просто, ну, не попал первой под стволкой. Да, такое случается. Причем, каждый раз. Еще я умудрился ничего не запихать в сейф. Ну, ладно. Ладно, без проблем тогда. Сделаем еще раз. Мне как бы не тяжело. Так, блин, куда бы пойти? Так-то, в принципе, человек сзади может тоже снять меня. Кстати, я что-то на практике такого, на самом деле, не особо-то помню. Чтобы вот человек с рожка снимал меня вот здесь. Ну, то есть, один раз было, но больше случаев таких не бывало. То есть, по сути, оттуда очень плохо меня будет видно. Главное, чтобы не было местного чувака, который заспавнился где-то здесь неподалеку. Так, сбежим, короче, на выстрел, значит. И пытаемся человека взорвать. Блин, а что сразу сзади-то? О, там кто-то есть. Причем, походу, двое, что ли, или сколько? Или как? Видите, да, человека? Я тоже его вижу. Ну, явно его не закрыли. Да, блин, я думал, он меня уже не видит и хотел лечь, а кнопка не сработала. Либо я просто по ней промазал. Ну, ладно, как говорится, голым это... Такое себе. Главное, ничего не снимают, знаете, и я постоянно забываю что-то запихать в сейф. Просто постоянно, каждый раз. Тут, конечно, косячок за мной, но я так-то его продамажил, 100% продамажил. Но, правда, этого было мало. Погнали еще раз. Ну, это так-то тяжело, я бы сказал. В броне было намного легче. Короче, классный спаун, он там уже светится, чувак. Че, он там побежал хоть куда-то? Ну, короче, ясно. Я не знаю, зачем он туда побежал. Ну, типа... Окей, блин, сзади бот. А. О, это была подстволка. Ну, какой-то ненормальный. Зачем так бегать? Зачем бежать туда? Ну, я, конечно, все понимаю, но... А, классно. Третий шлемак, кстати. По шлему я бы его забрал. Ну, вот у нас и снимают наш первый с вами Берил. Но мы-то не расстраиваемся, потому что у нас еще есть надежда, которой, в принципе, это уже и нету. Так, я сейчас, короче, понял то, что у нас не хватает выкладки, что очень странно. Ну, так вот пойдет. Пойдем с Эмкой. А, у нас, кстати, подстолки-то остались. Я же это, типа, сохранил. Молодец. И это уже, наверное, непонятно какой раз. Но слиться вот таким вот образом это просто, ну, расплюнуть. То есть каждую секунду можно сливаться. Поэтому это нужно понимать. И сейчас это очень тяжело. Отчасти от того, что, типа, все бегут в шестой броне. Конечно, один голый был. Но мы его, как бы, и перестреляли. Короче, я тут немножко провтыкал. Уже слышны выстрелы почему-то вот с той стороны. А отсюда никто не стрелял по мне. Что, кстати, довольно... Удивительно. Блин, накаркал, е-мое. Ну, накаркал ведь, накаркал. Никто не стреляет, конечно. Вот и застрелили. Конечно, спасибо. Но, знаете, мы что-то запускаемся и сливаемся. Запускаемся и сливаемся. Это, ну, ненормально так-то вроде. Я бы сказал. Конечно, немножко обидно. Но мы почти ничего не теряем. Да и, в принципе, конец сезона терять уже не обидно вообще ничего. Так что как-то вот так вот. Это, кстати, не значит, что нужно писать мне и просить вещей. Кстати, Инстаграм блокируют. Также в Инстаграме я уже никому не могу ответить как неделю. Потому что сообщения просто не отправляются. То есть они отправляются, но только через минут 10. Опа, ботики, здорово. Просто фулл зажим по боту. А где игрок? Он должен быть здесь. Ну же, выходи. Выходи. Блин, да ну, да куда он пошел? Если он пошел на гору, то это... Ну, это максимально тупо. Так же... Так же я уже понял. Ну, это не бодведь, не бодведь. Блин, да ну, промазал. Очень тупо. Так, ну что, давайте. Опа. Перепрыгнул. Говнюк. На, конечно, меткость у меня... Ну, просто нулевая. С чем он стреляет вообще? Да, иди-ка ты. Опа, прям по таймингу. Прям по таймингу словил. Это весело. О, шлемак. Вот это вот я понимаю. Награда настоящему победителю. Надо хотя бы немножко вылечиться. Конечно, можно было его зажимать с эмки, но у нас, в общем-то, дело не в эмке. А что, подстолок так уже мало? Я уже столько отстрелял их? Было же 19, что ли, их или сколько? Ну, короче, плюс-минус. И теперь у нас получается шлем четвертого уровня. Кайфово. Так, ну теперь нам придется, короче, идти непонятно где. А, бот. Бот, ты серьезно? Иди отсюда. Ну, хотя бы закрыли по-быстрому. А то, прикиньте, блин, мог бы и не закрываться. Там, кстати, тоже бот сидит. А давайте попробуем зажать. Посмотрим, что получится. Ну, такое все, конечно, но пойдет. Правда, спалился 10 тысяч раз. Ну и, скорее всего, эта катка будет последней, потому что, честно, уже надоело немножко умирать. В основном мы заходим и сливаемся. Но здесь хотя бы хоть кого-то перестреляли. Ну, конечно, чарик в пятой броне очень так агрессивно пытался меня забрать. Но, к сожалению, бесполезно. Но по ногам так-то было возможно. Но почему-то у него урон был настолько прям мизерный, что... Я не знаю, очень маленький. То есть, синяя пуля и там MP5К зеленая, что ли, или какая, я просто не знаю. Там игрок бежит. Вы видите игрока? Да, я тоже вижу слева пробежал. Да, это, конечно, редкий случай, когда я вижу игрока. Потому что мне вот в комментариях все время постоянно пишут. Типа, вот там, мол, был игрок. И он там сидел всю катку. И там ты смотрел на него, можно сказать. И не видел. Как говорится. Такое, кстати, есть у всех. Поэтому не нужно очень так сильно, типа, говорить это. Конечно, можно указать. Но не нужно делать это постоянно. Потому что... Ну, ясен пень то, что на повторе, может быть, его и видно. А в реальности его не видно. И, скорее всего... Фига себе. Вероятнее всего. У вас есть такие же моменты. Правда, на повторе вы их, как бы, не посмотрите. Поэтому... Да, это работает именно таким образом. Опа. Опа. Че могем, да? Че могем? Ого. Ого. Фига там лута у него, конечно. Вы прикиньте? Вообще офигеть. Я, конечно, даже столько забрать не смогу. Кстати, тут еще кто-то лежит. Отдыхает просто. Давид. Ну, привет, Давид. Отдыхаешь? Да. Тан-тан-тан. А че, уже не стреляет? А я как раз открылся. А че не стреляет-то? Типа, где он? Блин, так-то это был изичел. Он меня не заметил. Причем, я еще залагал. Главное, я такой смотрю на него. Он меня не видит. Ну, типа, ну ладно, сейчас заберем. Ну, в итоге челлендж у нас уже, как таковой, типа, заканчивается. Хотя это, опять же, не был челленджем. Это было испытание. И, в принципе, зачастую это возможно. Кстати, можно подняться так неплохо, если вдруг у вас есть какие-то определенные пушки. Да, ну. Опа. Это было, конечно, немножко сложно. Немножко опасно, кстати, что там как-то много всего лежит. А, тоже бот. Но зато мы справились. О! Награда настоящему, как говорится, игроку. А, блин. И тут, конечно, каждому свое, потому что кто-то не сможет на дальняк Киев стрелять, например, с подстволок. Ну, как бы это почти невозможно. Ну, конечно, последнего мы закрыли и разбогатели. Это уже было в шестом бронике, поэтому, ну, это не особо-то и считается, я бы сказал. Потому что я уже уверенно бежал на него и знал, что заберу, потому что две подстволки под ноги. И снять он мне вряд ли успеет, поэтому все шансы были именно у меня. Ну, и на этом мы заканчиваем. Вынесли, кстати, прям вообще миллион двести тысяч, фига себе. Блин, за что просто вот миллион двести тысяч? А, зашли только с Эмкой, получается, и с подстволкой. 150 тысяч у нас было, когда мы зашли. Ну, может, чуть больше. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь, потому что такое только у нас бывает. Ну, и не забывайте про ссылки в описании. Не болейте и уже точно до завтра. Пока.